всех рад приветствовать чтобы опять на стояночке среда чпоньк блин какая грязище в кузове ладно сейчас поедем поработаем мы недалеко здесь вокруг минска завезем там какое-то дерево обход минимальной машины со всех сторон вроде все норм вроде норм не помню какие баки полная какие пустые тут неполный вроде но этого точно не помню сейчас заглянем там уже сладкие остатки литров 23 больше где-то этот полный том сотка 80 8 что масло уровень посадил все нормально все по максималкам но хорошо вроде все работает поедем в общем завезем прокатимся поработаем вы со мной погнали сейчас еще эту сторону посмотрим и тут все хорошо и тут тоже все хорошо закрою капот я вас вот так возьму чтобы кто-то ветер какой-то поддувает сегодня погода скажем такая просили на кружку не ставить поэтому на кружку не ставлю оставлю рядом на ежедневник вот фубрика говно это чайки наверное или кто это внесли в клюве что-то не выплюнули мне на стекло поедем чуть поработаем дома тоже грустно хотя вот приехал все ушли кто в школу кто на учебу кто-то папка один дома кайфует просто класс просто класс вот так а на обратном пути возможно заедут братишки поеду через уруча потом назад заедут братишки надо стекло помочь он купил какое-то средство короче с детей линга ли откуда хрен он у меня любитель там детей лингом позаниматься вот у него честя на даче есть керхер мер херн там машины намывает молодец все обещал мне веку нам быть все никак не попаду к нему все работаем в разное время и выходные каждый в разных направлениях гоняет в общем как то вот так все едем грузиться в уручье загрузим 6 кубов бруса какого-то и завезем в честь все вот такие планы в общем все недалеко все рядом так тачку и уроди затылал вам тут я надея состоянки не украдут вот поехали прокатимся чуть-чуть вот выезжаем время час дня но я так закрыть сейчас как польется водичка он с той стороны у вот так а кто у нас сегодня бригадир кто на воротах кто с главным не узнаю не видно никого у нас камеры на стоянке поставили везде везде камеры поставили поэтому наверное стоянка дорожает то что бабок стоит хотя не столько лет брали могли бы и тут камеры поставили все видите вот все эти это государственно гаражи стоянки так называемые все в камерах все облепили провода тянули тут как-то я все думаю что они тянут а это вот именно для этого так что друзья все поехали чуть-чуть работнем как говорится что-то же останется правильно вот а то в силу новых каких-то там изменений у нас там типа что цены нельзя поднимать там или что я вообще не знаю в общем все как обычно интересно значит до этого там февраля месяца цены поднимали росли там кто хотел кто на что гораст там лепил горбатого так называемого вот тот так и и делал а потом когда цены выросли уже до неимоверных показателей ну уже как бы ну куда уже да то есть куда еще расти сказали стоп все цены поднимать нельзя и перевозах внутриреспубликанских тоже типа это коснулось то есть ребята что здесь кто-то поднимал цены или дали поднять все как возили три года назад на трехлетние пятилетние ставки люди называют 80 20 копеек 30 у кого на что хватает зато маслица пожалуйста золотое все остальные запчасти золотые ну как бы не знаю как этому относиться в общем пофигу на международное вроде перевозки не надо там никаких ценообразований там и всего остального короче бред сива кобылы помню такое было когда-то очень давно у нас еще с братом фирма была вот и мы как бы там какие-то давали данные о жена звонит все друзья потом позже все чё сайкой поговорили игре скучаю прям вся ну да не было неделю меня вот поэтому чай хотя он сейчас как хреново заказчику позвонил горды заявку сбрасывать будет да не волнуйтесь и городах не волноваться час прошел как мы договорились на сейчас сброшу сбрасывать что ты ждешь правильно а то не волнуйтесь я еще не начинал в общем где-то альфа лес или как он называется на независимости здесь я так и не понял чего начать трехметровый какой-то этот самым пачки будут я не понял что они там по метру шириной или или высотой но очень сильный ветер поэтому загрузочка будет такая себе понимаете шка мутать нас будет потому что что-то ветрено сегодня ладненько приедем разберемся на месте а он брата леденец стоит с красной жопой красный тент вернее его возле материка вот он короче не работает он сегодня ладно поехали по месту разберемся чё куда ну вот друзья вот так вот две пачки поставили маленькую большую тяжелая падла хоп на ту ничего не кидал тут едет рядом на эту кинул она такая не очень скажем болтается ну все нормально так недалеко доедем большую над было можно вперед да и хер с ним морда поднялась почему такие дела все складываюсь и выезжаем работе хорошо тепло все друзья выезжаем отсюда по задержали маленько документы пока выписали того села я чу за яма чу за яма в коленка обстал жал человек говорит а можете не все загрузили еще пол пакета осталось там нормальные все вроде мальцы а что-то не то и сейчас как они его будут ставить я не знаю и куда еще пол пакета осталось я посмотрим что такое пол пакета и как это выглядит охренеть где он там пол пакета его не вижу да там еще до хера если это то что ладно друзья будем подъезжать опять разбирать машину ну что друзья все как обычно через жопу через жопу забыли пачку бах поставить опять раз выбрал машину собрал сколько раз зарекался доски не возить не возить доски это неблагодарный труд нет и там бизнесмен уже кому-то продал видимо уже надо куда-то везти с тобой поеду давай быстрее водителя отпущу для всех вот все бизнесмены как ты его наемный работник все знают что теперь делать и куда идти да пока надо приезжает что 45 минут доверенность ждут хотя он сейчас все две минуты скинем и все они пропали ладно как-то надо выезжать потихонечку здесь с этого леса для нормально так как вес весит но он под самую крышу 2 пачка задрали то слово просто ладно просто с лесом из личного опыта многолетнего всегда геморрой всегда чтобы вы не везли начинают там 7 кубов влезет не тяжелая там 5 кубов всегда геморрой доски это всегда геморрой какой-то сушняк вроде не по мухе будет а все равно сушится в общем ладно все поехали где-то у меня там радашковичек будет ждать я с вами там подъеду до туда а потом досюда у как качает а вот так вот я сейчас позвонил друг мы не знаем да можно говорить лёха шутка есть у меня на канале на стримы заход я просто вот печальное известие у него умерла умерла мама поэтому братан прими мои заболезнования вот он и позвонил 20 я просто в шоке просто пацан один остался один когда такие вещи сообщают просто даже не знаю что сказать ладно друзья все поехали на выгрузку едем в честь по старо-заславской трястись там хрен знает сейчас протрасем подвеску новую недорогую пожалуйста на дороге нет когда уже здесь дорогу сделают я никогда не было все ладенько поехали а вон белый мерседес поехал а в нем сидит белая зайка которая подбирала с выезда какую-то вторую зайку короче только что да я вот так вот еду там 60 просто берет блять зайка села я она короче выехала передо мной а у меня же все-таки под крышу груза я короче вот так вот объезжая но она типа думала что она же на классной тачке сейчас она газу до отказу там типа да вот в обочину в дикую глубокую обочину и все как говорится наказан будет каждый независимо от того что у него в паспорте в разделе мэйжу стоит да и меня сейчас обгоняла побибикала наверное извинилась я так думаю скорее всего она просто извинилась Сергей Владимирович простите христа ради вот вчера покрасилась что-то не сообразила сразу пока ходила бронетка и все было в порядке только не обижайтесь блондинки и все остальные ну блин ну потому что вот крутая не буду говорить номера на машине ну прям вся вот вот такая короче там все ровные цифры неровных нет блин может мне надо было на МКАД выехать а на какой хрен я сюда поехал сейчас тут трястись буду как же я устал от них а ну в общем ладно вот рассказать видите все мне в городе вообще ездить нельзя и меня прям все не знаю что со мной меня начинают подкидывать эти язды просто человек выехал вообще пофигу реально если бы ехала фура и было гружено металлом листовым либо трубами не ну понятно что он бы там навстречку поехал бы наверное на фуре я не знаю точно ну как бы вот так ладно а вот это называют уже тут бедный район начинается пригород Минска бедный район Дрозды так называют а там дальше в лес вот туда вот направо я не видела она туда повернула или нет на этом вот это вот они там все вот такие там скромные домики да вон она как раз поехала в свой скромный поселок поехал в мерседес в лес вот там все скромные люди живут ладно все что-то я растарахтелся что-то какой-то возбужденный я бы сказал а чего сам не знаю наверное от новостей от всех этих прям внутри что-то что-то подкидывает в общем надо успокоиться ну вот и честь кстати на СВХ когда-то я что-то загружался приезжал там такое СВХ типа там там 4-х этажное здание забудуло ехать к нему потом силикатные облоки стоять и завод деревообработки мне налево причем будет стоять а мне не больно ну что-то должно быть а вон что-то там он виднеется да и за ними метром через сто а в общем я уже прибыл в принципе меня здесь ждут сказали а написано дерево обрабатывающий завод не спрашиваю я походу не спрашиваю что-то ямы такие ванхтера нет ой кресло пустое вот я походу и нету потому что даже это заросшая ступенька сказали ехать до конца вас сейчас там встретят блин смотрите какой ветрило видно по березкам просто трындец мутает нехило в общем заказчик непонятки произошли с этим заказчиком он сначала сказал будет в Родашковича потом я еду набирает мне а где вы едете я говорю да я вот по питомке поехал там а я вас заславлю стою жду вы же сказали через заславль я говорю ну я что-то передумал там полыхаться по этим по всем а о маршрунчик бывших у нас когда-то нас налива работал мужичок это а вот еще мужики меня уже ждут ща будем куда-то премьете уже жать боковая забрузка что? боковая забрузка длинные бруски нет трехметровая ну боковая какая еще у вас есть нет боковая нормальная так просто давайте наверно вот за этими колоннами двумя да? с этой стороны хорошо за этими двумя колоннами туда ближе к зданию установите там вы мешать никому не будете там вас вырвут хорошо а вы александр или надо нам документы я подойду подъезжайте расстантовывать хорошо о видите меня уже встретили все доброе короче мужик на маршрутке тоже когда-то работал потом у него откуда-то это и века появилось он такой интересный был раньше своеобразный ну слава богу он меня не узнает как бы может и узнает но не очень вот в общем ладно и короче он про заказчика не рассказал он мне оказывается заслали вы же сказали в радашковичах но меня вот машинка довезла я передумал ну и я передумал я как через заслали поехал через туда и короче сюда все друзья пошел расчехляться одевая куртку 7 градусов на улице что-то холодно я там меня разгорячила в минске что-то я там весь мокрый был а тут что-то еду вон зарится ветер такой холодрина пошел расчехляться и выгружаться в общем одну пачку он там сняли вот эту вот мне доставляли поставил сначала одну потом сзади вон ту а сейчас потом прибежал человек говорит вот эту забыли поставить так что там фура выезжает в общем одну сняли кое-как сейчас я думаю по одной будет или сразу две наверно по одной забирает ну в общем все груз доставили все в порядке до сюда догнали все лайка друзья разгружаюсь ну и как бы все будем по типу ехать домой тут недалеко будет 70 километров все друзья мы разгрузились и поезжаем с этой заводик заехать на поездку нефть взять кофе блять чуток то жарко то холодно как поработаешь вроде нормально он меня хочет пропустить отец о маша пропускает спасибо тебе большое он меня разгружал молодец с цигареткой на опыте покашлял раз снял все там туда сюда все нормально все нормально все хорошо вот так что работу сделали это главное время 16 20 как раз к пол шестому за час доеду до дома нет с мкадом должен час час двадцать может еще и за зайкой успею с работы забрать ну а там старшая доченька уже опять карбонару сделает так что что это за дороги машинка пустая просто летит вы не поверите его нажимаешь на газ она просто как ракета я мечтаю о бентли конечно но и после прошивки вру а после того как сажу вырезали все таки вы были правы друзья кто писали что ты почувствуешь разницу ну и все остальное действительно разница есть и она ощутима блин я туда еду туда вроде как правильно вот действительно машинка батареи идет даже возле то у меня написали там 3700 сейчас был вес и тут такая горочка есть перечисленка затяжная затяжная в общем я на нее 60 поднялся но она как бы машинка до 70 до 65 подсела но она вытянула все и это при том что ветер был в лоб и в лоб и конкретный лоб и вот вот удивить что-то засыпают дорогу овчарка играет с тележкой вообще блин вот водка все-таки жить надо за городом да как сказала этот владимир из вологодской области блогер такой мужичок возрасте никто тебе тут не стучит там не пи не говорит тут не с подъезда не сцит он правду сказал тут никто это все вышел там соседи ближайшие их отсюда не видно все горит все живешь спокойно так что вот так вот ладенько друзья так секундочку часы камеру сейчас раз поверну в общем все друзья увидимся увидимся еще в дальнейшем завтра наверное поедем по знакомому маршруту вроде как заявку прислали вроде все хорошо все знаете так что скажем так постоянный клиент брать завтра вроде тоже едет в москву вот тоже вроде как постоянное там вырисовываются клиенты ну так более-менее постоянное если бы они хотя бы раз недельку ездили вот на москву там все-то было вообще замечательно а так вот я съездил когда и сейчас брат поедет когда это было уже недели две-три наверно прошло я не помню сейчас на когда я еду я правильно еду нет а вон мешки стояли эти точно белая в общем все всем пока я поехал домой заниматься делами дальнейшими своими увидимся друзья